Работы по одновлению знаковых для Брэшчинных и старышных объектов проинспектовали у дельники выездного посаджения координационного совета обл. ВКонкама по захованию материальной и духовной спадшины. Начали с его старшиней, керавником Брэшской области Константином Сумыром. Побывали в Ружанах, Косове и Берозе и корреспонденты новин. Сегодня уже зрозумело. Распочатая некоторых годов тому, одновление палаца Сапехов открыло новую сторонку у наиновшей истории Ружан. А дрожжение Ружанской брамы стало символом эпохи, дрожжения и для усяго поселка. Колькость наведавших все лета музей палацевого комплекса наближается до 18,5 тысяч. Разом с теми, кто знакомился с объектом самостоянно, без наведывания экспозиции, личба гостей в уголе близится до сотни тысяч. А это великий потенциал и для местечка, и для района, каким можно и необходимо выкористовывать. Чем тут и займаются. Зусим худко на уезде в комплекс разместится гандлевая пляцовка у стыли 17-го стагодзя. Строится большой птичник, это частные инвестиции. Там будет размещаться очень много ценных пород птиц. Можно будет увидеть и страусов, и павлинов, и фазанов, и многих других. Мы будем вплотную работать над созданием общественного питания активного. В планах есть строительство и реконструкция торговой площади 18-го века, аптеки 18-го века и ряда других торговых объектов, тоже стерилизованных под соответствующую эпоху. В 2013-2014 годах музей пополнился на 200 одзинок музейных предметов основного фонда. Основным это предметы, которые конфискованы нашей державной мытней. Это основным фарфор 18-го, 19-го стагодзя, мебель и шмат других интересных вещей. На новые виды деянности наткнила Ружанская брама и мясцевые предприемства, и приватный бизнес. До приклада завод радует деталям, открыл для себя выработку узоров холодной зброи разных эпох. Конечно, обновить худко, то, что разбиралось с тагодзями, с участниками не под силу. Но процесс и где. И это головное. Ближайшая перспектива – это восстановить восточное здание, там, где размещался театр. И уже наш реставратор начал работать в этом году. Там освоено около 3 миллиардов рублей на реставрационных работах. Спасибо и нашему центру, правительству, и той программе, которая в основании того, что мы вовремя его начали, потому что годика два, и мы это здание уже выпустили. А так как раз будут проводиться работы, и там оно уже будет сохранено для наших потомков. Ближай за иншие историчные объекты довертания былой величи – Палац Пусловских у Косова. А наблизили его 6 годов активных реставрационных работ, которые в ровных долях финансуют республиканские и областные бюджеты. Все лето на объекте освоено 3,5 миллиарда рублей республиканских и 5 миллиардов областных сродков. Усяго с початку будовництва больше за 15. Одновленный шик Пусловских интерьеров и экстерьеров – покуль у будущим. Але уже у недалеких. Палац на порозе прокладки вонковых инженерных сеток и отделочных работ. Нельзя на них экономить, нам нельзя жалеть, потому что их таких уголков у нас немного. И для нас самая главная задача, вот для брыщан – это, конечно же, делать возможно, чтобы этот комплекс полностью был восстановлен. Так как вот имеется в Гродненской области, например, или в том же Несвежский замок. И Ружаны, так как я говорю, и на этом мы сделаем тут очень хорошее дело для того, чтобы туристы приезжали и знакомились с нашей историей. Музейно-гостиничный комплекс Берозовский-Картузский монастырь на территории былого кляштора картузиянцев у марок берозовцев. Зразумело, шлях до ее житовления не будет коротким, але перша приступка пройдена. Сегодня гостей сустракает целком одновленная за кошт районного бюджета брама – символ Берозы. Об необходности такого ж господарского подхода с участников у захований истории для нашчатков говорилось и подчас пленарной частки посаджения. Это штыжится и невыкористовываемых объектов культового призначения. Далейший лес, яких члены совета выращали разом с представниками духовенства розных конфессий. Обмерковались подчас посаджения и перспективы реализации историко-культурного центра Брест. Алиса Григорчук, Александр Севицкий, областные новины, регион.